Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли, тили-ли-ли-ли Почему люди не слышат? Вот сколько раз нам пишут, задают вопросы, объясняешь. Вроде объясняешь, кажется, уже разжевал так, но уже понятнее нет. А они не слышат, да? Они слышат. Почему не слышат люди? Ты знаешь, точно так же, когда люди задают вопросы, говорят, «Ну вот я сейчас сам сделаю практики, что-то изменю и так далее». И помнишь, мы всегда честно говорили, что ты сам молодец, надо, чтобы было твое движение, но при этом ты сам будешь делать все то, что уже прописано в автоматическом сценарии. У тебя даже мороженое уже выбрано. Тебе кажется, что ты выбираешь, а по факту оно выбрано. И вот эта иллюзорность, которая убеждает тебя в наличии объективной реальности, и пока у тебя есть объективная реальность, ты ничего не выбираешь и ты ничего не создаешь. Как бы это парадоксально не звучало, но это факт. И при этом ты это все создал еще тогда, когда был в глубоком сне. Более того, ты дозированно подкачиваешь сюжеты этого фильма каждую ночь. Поддерживаешь этот сюжет в глубоком сне. Да, многосерийность этого фильма. И именно вот этот вот глубокий сон, когда идет набор информации, и ты потом ее проживаешь, и дает тебе возможность утверждать, нет, это не я, это объективно существует, и играть в игру наука и религия. Обманывая самого себя. А иначе бы, вот смотри, если есть ты, который все знает, все осознает, то игра неинтересна. Если ты изначально знаешь концовку фильма. Если ты знаешь, вот если фокус не показывает фокус, и если ты знаешь, как этот фокус построен, уже все тебе неинтересно. Ну смотри, в сути, в основе, в самой сути фокуса лежит первичный момент, первичный толчок для фокуса – страх. И вторичный момент переотражения страха, который создает декорации, создает игровую карту. Это лень. Это лень. И вот получается, что пока ты не осознаешь полностью, как работает страх и лень, ты не можешь войти в рубку к режиссеру и отредактировать фильм. При этом ты уже из иллюзии говоришь, я создатель, я там все эти состояния сознания прошел, но да, мое сознание как бы учитывается, а ты видишь уже этот учет, но при этом сам фокус ты не осознаешь. Показать не можешь. И не можешь. Да, пока не можешь. И изменить ничего не можешь. По сути дела глобально. Да. Изменения глобальные, именно сам фокус, новый фокус, ты можешь построить, когда ты полностью знаешь это, ты можешь его повторить. Вот именно и можешь его повторить, вот тогда ты можешь создать новый фокус. А фокус тогда в чем? В создании коллективной реальности. В создании объективной реальности. Объективной реальности, да. То есть фактически фокус – это не «я создаю себя», «фокус» – это «я создаю коллективно». Видишь, и человек на самом деле, люди действительно, когда они задают вопрос, ну, не слышат нас, да, вот задают, о чём вы говорите, а на самом деле человек не может догнать, осознать, что эта реальность, в которой он живёт, она объективная, что это сон, он не может никак. Она для него настолько реальна, что он настолько реальна, что он просто вот даже представить себе не может, ни на секундочку, что это он создаёт. Вот смотри. Поддерживает. Дело в том, что иллюзия, она сложна, там очень много переотражений. И единой иллюзии нету. Но иллюзорность того, что она едина, человек как-то в своём сознании одномоментно вписывает. Вот он видит людей в одежде XVIII века, значит, это будет фильм. Чёткое оправдание. А вот он видит вечеринку голых людей. У кого-то в реальности это есть, у тебя в реальности она есть? Нет, конечно. Нету. Ты можешь прочитать о ней, но тебе может вообще не попасть информация о тысячах таких вечеринок плейбоя. У тебя не было даже момента, чтобы твоё сознание зацепилось за это, как за предложение игры. Точно так же, как есть люди, которые сидят в окопах и уверены, что весь мир воюет. Весь мир в окопах, да. Но при этом мы прекрасно провели время в украинском ресторане в центре Москвы, где нас встречал на улице человек в шароварах в шинели и с чубом. Это было красиво. Это было очень красиво. И ни один человек не выражал ни одного мнения, ни недовольства по поводу этого человека в центре Москвы. Да, да. Понимаешь? И когда вот это всё видишь и понимаешь, ну там же есть те, кто в окопах сидят, и они воюют, а тут люди тебя встречают в ресторане и вкусно кормят. Это разные реальности. Как они стыкуются? Они стыкуются вот как здесь придумаешь. Вот так они стыкуются. Но если ты хочешь поиграть в ту, ты знаешь, какие действия тебе надо совершить, чтобы подключиться к той реальности. Если тебе хочется. Ну да. Вот смотри, даже с той же голой вечеринкой, допустим, да, она могла не попасться, допустим, мне взять, могла не попасться, а могла попасться, ну и попалась, но она внутри меня вообще не задела. Да. То есть я посмотрела, ну, то есть даже на самом деле, да, ну как бы какое-то мнение такое у меня там проскочило своё, при этом, при этом, если бы я не заглянула даже в эти, что пишут там, да, то у меня вообще прошло это мимо. А так заглянув, меня улыбнуло, там я что-то была написала, совсем другое видение, с другой стороны, да, с позиции. А при этом смотри, а когда человек начинает это обсуждать с кем-то, у каждого же своё мнение, и тогда у того, кто начал обсуждать, появляется, о, интересно говорят, и у меня так же, потом второй, о, интересно, и у меня так же. И знаешь, так человек набирает, всё, и пошёл играть, пошёл играть, и уже у него где-то будет возмущение, где-то будет оправдание, где-то всё. У каждого будет своё, да. Да, точно так же, смотри, сейчас разносит ТикТок, это вот вирусная программа по разносу предложений, в какую игру играть будем. Причём даже заведомо вносится, что игра будет вот такой. Это мне не так давно попал ролик с этим вот, с Волочковой. И ты знаешь, я даже опешила, потому что я понимаю, какую игру предлагает ТикТок, а по факту я вдруг увидела её ноги, и я шалела. Это же больно. Человек всю жизнь как работал. Смотри на ноги, посмотри, как изменены кости. И это всё было отдано в своём же без интереса, ты так будешь над своим телом. Ну, для меня это издеваться, а для неё это искусство, и так, как она, никто не сможет, это труд. Это, блин, это трудоголик. И вот я, когда увидела с этой стороны, просто на ноги взглянула и понимаю, что, ребята, вы можете рассказывать всё остальное, сколько хотите. Человек работал дохренище. И я вижу просто результаты труда, результаты просто феноменального трудолюбия. А дальше поведение, привлечение внимания и так далее, это уже обёртки. Это уже набрасывай сколько хочешь. И точно так же в любой игре есть вот такие моменты, на которые ты обратишь внимание. Но ведь большинство людей обратили внимание на обёртку. Точно так же, когда мы говорим какие-то вещи, да, ведь человек, как правило, видит обёртку, особенно он не улавливает. Он ролик вишенки на торте, фильтр для дебилов. И как правило, человек, он видит то, что, где его кольнуло, ему больно, ему неприятно, то есть он со стороны обиды. Это то же самое, как дети. Они помнят о родителях именно больные места, больные случаи, да. И именно это развивается. А то, сколько дал родитель и что дал. Он благодарит не учит общество. Да, это вообще забывается. Вот так же и здесь. Да, но смотри. Камень падает вниз в сознание. Даже ролик, который тебе придёт. Если ты идёшь по автоматическому сценарию. Если ты сейчас не сам. Если ты не вышел из этого сценария. Если ты ещё находишься в иллюзии объективной реальности, в этом коллективном сне. Если ты не создаёшь коллективное, то у тебя всё это предопределено. И тогда интерес, если мы говорим о том, что фильтра старения, нашу старость и смерть, мы видим из коллективного. Мы не видим своей старости и смерти. Мы видим всегда её в отражении. Внутри мне по-прежнему 18 лет. Да, а в отражении именно так есть. А отражает нам зеркало коллективное. И тогда, для того, чтобы изменить настройки, связанные с молодостью, со здоровьем, с долголетием. Надо, да. Тогда надо изменить настройки коллективного. А настройки коллективного меняются. Мы уже к тому приходили, опять пришли. Да, в глубоком сне. И они формируются из страха и лени. И лени, да. И как ни крути, не осознав вот эту точку запуска. И не придя в неё, ничего не будет. Более того, вот я сейчас вспомню нашу программу, да. Если ты вспомнишь, когда мы её с тобой делали, она создаётся вот так. Спираль, 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 спираль. Тву, точка, вспышка. Да, да. И вот с этой вспышки смена информации. Но вот эта спираль ведения осознания, просто чтобы ты смог войти в точку, ты должен осознать большой объём информации. Три витка было только, чтобы один вопрос зафиксировать на фокус внимания. Три витка. И, наверное, вот с этой позиции это один из самых сложных курсов. И даже я вчера вечером, когда перечитывала, я осознавала, для психологии, как и для науки, достаточно нашего прежнего курса по линии и по страху, который был, наверное, года полтора или два назад. Там в отдельности они шли, отдельно страх, отдельно логовый. Ну, я помню, да, у нас был цикл. Вот в том цикле вот этого вот так для психологии предостаточно, потому что даже этого нету сегодня в психологии, в классической. А то, что мы вот планировали сегодня, вот эту вот тройную спираль, пока ты придёшь в точку. Но мы сами не ожидали сложности. Именно сложности и глубины. Ну, видишь как, потому что просто взяв старое, ты сфокусировал внимание, ну, фух, развернулось. Вот это то, о чём мы в «Иллюзионисте» с тобой приводили главы. Вот ты там две страницы пишешь печатного текста, они тоже пишутся по спирали. И каждое слово – суть, 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 когда ты за суть цепляешься. Тут же идёт углубление, раскрывание. Точно так же по принципу, по этому же, построены компьютерные игрушки. Ты не можешь загрузить всю информацию сразу, иначе компьютер перегрузится. Поэтому где фокусируешь внимание, там разворачивается. Где фокусируешь, там разворачивается. Точно так же у нас и в психике, один в один. И таким образом, вот сейчас, сфокусировав уже с этой глубины нашего восприятия, фокусируешь, и те разворачиваются, и тебе разворачивается точка создания коллективного. Точка создания коллективного. Более того, точка временного ресурса, точка ресурса на жизнь, точка запуска игры. Причём это интересный момент, ты знаешь, когда, вот, например, приведу свои мысли вслух. Вот мы зависаем, например, на... Мы пересоздаём коллективное, мы пересоздаём коллективное, сейчас назовём нашу семью, да? Для нас это первое зеркало, и мы будем работать на курсе, мы работаем с семьёй. Кстати, для людей, у кого вопросы, почему мой муж такой, почему моя жена такая, зачем мне дети, о чём это... Вот, для вас этот курс, господа. Пересоздайте других, у вас есть возможность. Есть возможность. И увидьте в отражении плод своего создания, когда вы начинаете уже включать голову, и она у вас не только для того, чтобы в неё есть. Так вот, вот эти моменты, когда ты зависаешь и понимаешь, ну вот мы пересоздаём коллективное, мы пересоздаём ресурс. Здесь ресурс. Если мы закладываем ресурс, например, на 100 лет, в чьи глаза мы будем смотреться в 100 лет, как будут выглядеть эти глаза, в каком теле они будут, что мы будем делать. Глаза, на самом деле, это глаза коллективного. Глаза коллективного. Но это ближайшая коллективная, это наша семья. Это наша семья, да. А потом дальше будут следующие уровни коллективного, ну туда ещё надо прийти. Вот это уже фокус иллюзиониста пойдёт. На фокусе там вообще, я когда думаю про этот курс, мне иногда у самой, я думаю, стоит ли давать людям, и кому давать. Может, там допуск ограничить. Может, знаешь, как хочешь сказать, может быть, мы много говорим, раскрываем много карт, да? Много карт. Да, на самом деле, это ведь на самом деле так. Возьми даже сегодняшний курс, здесь раскрыто будет столько карт. Я поставила, мы его закроем. И это правильно. И это правильно, потому что здесь граната. Граната. Причём, знаешь, как граната, которая... Которая создаст множество осколочков, если... Если эта граната попадает в руки, ну, как сказать правильно, я не знаю, как правильно сказать, спящего. Ну, не так. Я спя... Человека с низким интеллектом, что ли, я не знаю даже, как сказать. А при этом, а может, а если это попадает в руки развитого сознания, то это красивая мозаика, это создание невероятное... А вопрос, как в руку сознания это попадает определяемое? Это да. Вот так... Чётко? Чётко, стопро... Так это так, стопроцентно. Ну, мы просто не дошли до этого. Но раскрывая карты на курсе... Да. Мы не дошли. Мы пока ограничились с семьёй. Да. Мы следующий шаг... Вот готовность наша внутри. Мы осознаём весь фокус. Угу. И вот каждый раз... А может? А ну, да ну нафиг! А может, да ну нафиг! Вот. Просто вот это а может, да ну нафиг, да, оно имеет вот поступенное движение. Точно так же заметь, как и психика. Б0, Б1, Б2, Б3. Потому что каждый раз да ну нафиг, да ну нафиг! Да, ну нафиг! И так можно было? Но это всё вопросы самопознания, и это всё вопросы игры. Что, Муся, иди уже и с тобой поговорим. Разговорчивая ты наша, идёт ругается. Курс сегодня, конечно, такой. Это возможность, это возможность начать двигаться к себе. И заметь, нету что-то продвинутое или не продвинутое, есть точка интереса. А потом дальше с какой стороны ты зайдёшь? Не так давно мама какая-то написала, типа, а если я начну читать ваши книги, поправится ли мой ребёнок, там что-то такое. А если всё? Как-то выросли грибы. Это знаешь, это будильник! Да, 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 нет, я перевернусь. Да, да, да. Да, если у тебя уже есть вопрос, а если, а вы мне скажите, вы точно гарантируете? Всё, спи дальше. Переворачивайся на другой бок и спи дальше. Это как отшелушивающаяся клеточка сразу такая, знаешь, такая на самом деле. Ты знаешь, не так давно прочитала про Вашингтона, про президента. Я поняла. Так вот, ему было, исторический факт, ему было 67 лет, он был очень здоровым мужиком. И он... Да, ты мне прислала этот... Я тебе даже прислала, да. Круто-круто. Он объезжал свои поместья и так далее, а потом он заболел. На элементарном причём, ну просто, казалось бы, да, из знаний, из разума. Нет, он ноги... А, промок. Промок, да. Промок, а были дома гости. И он решил ради гостей уже в мокрой одежде, чтобы не... То есть он опаздывал, я так понимаю, к гостям. И это чтобы ей там пока займёт этот душ, переодеться. И он, как бы забыв о себе, неразумно поступил, простейшая. Ну смотри, у него просто заболело горло. Его начали лечить лучшие врачи того времени. Кровопусканиями, слили всю кровь. Потом всю кровь, это больше трёх литров крови. Три с половиной там было, да. Да. Кроме того, ему обрабатывали горло ртутью и ядом, который вызвал опухание и волдырей. И, по сути дела, через сутки на больном горле человек умирает. Пустом был. Но он умирает на чём? Он же умирает не просто так, он умирает. Он умирает по автоматическому сценарию, он должен был уйти. И мы знаем, как человек выключается по автоматическому сценарию. Шёл, споткнулся, упал, пум, всё, умер. Потому что у него время в это время пришло. И точно так же вынос ответственности – это дополнительные декорации, как коллективные, тебя выключит и будет играть в игру твоей похороны. И то, с чем мы сталкивались с тобой, когда мы работали с тяжёлыми детьми, например, или людьми, там, где шёл инкарнационный цикл, и кто у нас не выпускал человека из тяжёлой болезни ближайшей? Ближайшей. Потому что именно оно и должно похоронить. И для нас тогда, когда мы думали, это же человек сам умирает, это же у него в голове должна быть смерть. А нифига, а смерть прописана в головах того, кто его хоронит. Коллективная. Коллективного. И, соответственно, и выключать её надо где? В коллективном. В коллективном. И тогда она выключится у этого персонажа. У него появится другой вариант. И вот когда вот эти вещи осознаёшь, то есть заход с другой стороны. Смотри, наше общество привыкло. Мы подходим к зеркалу, смотримся в глаза, видим себя в зрачках, в зеркале, в отражении среди других людей. Но этот виноват, этот должен, этот определил, этот там что-то сделал, и пошла игра на этого. А тот, кто подошёл, где? Это же твоё отражение. Как ты подошёл, и ты полностью распылил, кто что тебе должен, должен. Это вот к страхам мы сегодня придём. Вынос ответственности такой должен. Да, 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 да. А ведь точка вот этой вот игры, вот в это распыление, эта точка прописана в глубоком сне. И мы её поддерживаем каждую ночь, и мы её поддерживаем в инкарнационном цикле. И более того, интересная штука получается. Даже наука, наука говорит о том, что ребёнок до 6 месяцев не испытывает страх. То, о чём мы говорили всегда, и то, что мы в психике находили. Я просто была в шоке, когда я потом вот эти вещи понаходила. Думаю, нифига себе, молодцы ребята, даже имя учёного. Ну хоть что-то, да? Хоть что-то вы в точку сказали. Да. И самое интересное, что в глубоком сне наука тоже фиксирует. Мозг работает очень активно. Обе части головного мозга. И сигналы фиксируются полностью у мозга. И нельзя сказать, что мозг отключается и отдыхает. Мозг валит на 100%. Всегда. Всегда. И вот здесь, когда уже заходишь и рассматриваешь, так что же является отражением, а что является первоисточником, как только ты возвращаешься в первоисточник, то вдруг оказывается, что можно менять настройки всего. Ну, первоисточник ходить страшно. Вообще, какое право мы имели сказать, что мы создатели, что мы боги и так далее. Кстати, мне в последнее время начало попадаться много роликов, свеженьких буквально, которым неделя-две, где уже говорят, что мы создатели, мы создающее сознание. Мы боги. Пошло, пошло в массы. Копирование, оно пошло. Главная суть слышать. А копирование – это роботы-автоматы. Но при этом высшие силы остаются вынесены. Мы создатели, но высшие силы где-то. Потому что суть не словлена. А теперь высшая сила матается. А идет копирование, понимаешь, копирование. Но при этом информация благодаря копированию разносится. Хоть и без сути, но она разносится. Ну, точно так же, как вчера опять увидела ролики адвайты. Там где-то все знания у вас, еще там что-то. Я так смотрю, смотрю, потом. Тьфу-дуфу, вертыши такие. Просветленный ум. И понимает, ты уже просветлил, блин. Ты знаешь, вот эти ролики, давайте, что напомнили. Вот образ пришел. Вот я слушала человека. У меня образ такой стойкий был. Вот из коровника такой пласт дерьма. Уплыл, смыло. И вот он плывет по центру реки. Плывет и сам размокает, но не разваливается. И плывет, куда река, туда и я. И он такой спокойный. У него просветленный ум. Вот, вот это образ, который четко приходит на адвайту. И пахнет вообще. Вот это про адвайту. Просто удивительно. Вот образ просто в яблочко. И если ты хочешь, чтобы у тебя был просветленный ум в адвайте, то вот сразу одеваешь, то это ты плывешь. Вот так и пахнет. И пахнет. Ой, образ. Ну, мозгом же там не надо, да? Ум уже просветил. Похоже, да. К себе возвращаться не надо. Это знаешь, когда я сплю, себя не контролирует. Да, да, да. Когда я сплю, себя не контролирует. Яблочко. Это точно. А вот проснуться и осознать моменты, как я создаю коллективные, которые я потом считаю объективные и запускаю в игру, в судьбу. Ну, и, соответственно, точечно поменять сюжетную линию на так, как я хочу. Вот это уже режиссер учится монтировать фильм. Иллюзионист учится создавать иллюзию. Это еще не создатель, но это уже очень много. Но ведь детки наши, они же, которые рождаются, они же вот именно это нам всем показывают всегда. И они с этими знаниями рождаются. Они рождаются с этими знаниями. И они показывают, а родители отметают. Лишаясь о всех возможностях вспомнить. Сегодня ключ, сегодня работа собственным, коллективным. Что кого не устраивает, пошлите наводить порядок. Для этого, осознав страх, или без этого ничего не будет. Вообще ничего. Хотя смотри, как по Лене мы на курсе про собственное дело, деньги и собственное дело, как людей повыпихивали. Сколько мне уже обратной связи пришло, что у человека просто прояснение сознания и конкретное начало бизнеса. А это уже все, прояснение сознания, начало бизнеса, это уже все, человек пошел. Это знаешь, как вот сегодня, кстати, на курсе, мы осознаем вот этот толчок. Так, бум, и человек, все, он уже за дверью, он уже не на пороге, он уже в выборе. Он уже выбрал и пошел. Да, вытолкнул. И это кайф, как я люблю наши занятия. И я. И то, что они дают. И то, что они дают. И ты знаешь, вот получается, мы с тобой тут посидим, поработаем с людьми, а потом я такой кайф ловлю. И каждый раз такой ресурс приходит, даже ночью. Вот ты поехала в прошлый раз ночью, да? А там же снег как раз шел. А я ночью взяла лопату, все вычистила снег. Прихожу домой. Муж говорит, у тебя с головой все лепки. Я говорю, муж, у меня столько энергии было. Действия, действия, да. Действия, действия. Я еще больше получила энергии, да? Действия, 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 действ